Толмар, толпа Ратазеев на площади, а чуть ближе к подиуму, на котором стоит трибуна, стоят богатые, по моде одетые люди и что-то бурно обсуждают. Начало торгов, аукциона по продаже рабов. Какой-то человек остановился, наблюдая за бойкой, идущей торговлей рабами. Он стоял, наблюдая за тем, как одного за другим рабов выводили на платформу. Их руки и ноги были связаны, как будто это были животные. Рабов выставляли перед возбужденной толпой и продавали по аукционной цене. Некоторые осматривали уже свою покупку. Человек посмотрел на группу рабов, ожидающих своей очереди. Его взгляд остановился на девушке в конце очереди. Взгляд девушки выражал отчаянный страх. Мужчина на мгновение заколебался. После кивнул сам себе, что-то сказал и куда-то побежал. Когда он вернулся, ведущий начинал торги как раз за эту девушку. Едва ведущий назвал цену, джентльмен выкрикнул свою, в два раза превышающую ту, которая была названа. Молчание в толпе. Раздавались вопросы, зачем она ему за такие деньги. Удар молотка продан. Продираясь сквозь толпу, мужчина подошел к краю платформы. Ему передали конец веревке, которой была связана эта девушка. И он без слов взял ее. Взгляд девушки был устремлен в землю. Вдруг она подняла голову и плюнула своему покупателю в лицо. Мужчина молча вытерся платком. Он мягко улыбнулся девушке и сказал ей, иди за мной. Они отправились к месту оформления сделки. Мужчина заплатил деньги за покупку и подписал все необходимые бумаги. После оформления и заверения всех формальностей, он повернулся к девушке и протянул ей эти документы. Девушка, пораженная этим, смотрела на него. И в ее глазах был единственный вопрос. Что все это значит? Мужчина ответил на ее вопросительный взгляд. Возьми эти документы. Я купил тебя, чтобы освободить. Пока эти документы будут находиться в твоем владении, никто не сможет превратить тебя в рабыню. Вы купили меня, чтобы отпустить на свободу? Вы купили меня, чтобы освободить меня? А? Неужели возможно, чтобы кто-то просто так подарил свободу? С документами в руках она опустилась на колени. У ног мужчины и со слезами на глазах сказала. Вы купили меня, чтобы дать мне свободу. Я всю жизнь буду служить вам. Такой вот рассказ. Я думаю, что без труда верующие люди в этом рассказе узнали, кто есть кто. Я думаю, что никто даже не засомневается в том, что человек, купивший эту девушку, прообраз Иисуса Христа. А та девушка – это ты. Мужского ты или женского рода, но все равно эта девушка – ты. Как написано в первом послании к Оримфинам, я его сейчас вам зачту, всем известные стихи. Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Духа Святого, которого имеете вы от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей. Ты, я, все мы, все живущие на этой земле люди выкуплены Иисусом Христом у смерти ценою величайшей. Она не измеряется тысячами каких-то килограмм драгоценных металлов или бумажными пачками. Эта покупка измеряется ценою жизни самого Иисуса Христа. И выкуплен ты и я только лишь для того, чтобы ты и я имел свободу. Дорогие братья и сестры, повернитесь к тому, кто рядом с вами, и скажи, я куплен Иисусом, и я свободен. Я свободен, потому что Христос выкупил меня у смерти. Он выкупил не у богатого рабовладельца меня, он выкупил меня у сатаны, у ада, у смерти. за мою жизнь, за мою свободу, заплаченную кровью Христовою, Сына Божьего, Бога. Сам Бог пришел на эту землю, чтобы выкупить меня, грешника, заслуживающего наказания. За свои грехи я должен был умереть раз пятьсот, а то и более. понимаете, что мы для Бога весьма ценны. Мы весьма ценны. И я не свой, я Иисуса. Если бы Он не заплатил за меня, я так бы и остался в рабстве у смерти. Но так как за меня заплачено Его жизнью, то я принадлежу Ему. Я Его. И это добровольный выбор. Христос однажды, выкупив меня, мог бы мне сказать, а теперь делай, что хочешь. И Он так и сказал. Но избери жизнь. И благословен человек, который избрал жизнь с Богом. Сегодня я хочу с вами говорить на тему, или хочу рассказать слово, название которому будет Царский пир. Я знаю, что люди, которые в церкви давно уже поняли, о чем будет сегодня идти речь, потому что сочетание слов Царский пир явно указывает на одну из историй, которую мы часто читаем в Евангелии. Царский пир. Я прочту вам историю о Царском пире. Буду читать из Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, глава 22. С первого стиха. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, Скажите званым, вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытие, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Такая вот история. С одной стороны, ничего такого особенного брачный пир не захотели прийти и страшное здесь есть, уничтожили людей, город уничтожили, человека в небрачной одежде зашедшего выкинули во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Но история весьма поучительная. Это притча. Иисус Христос очень часто рассказывал, донося до людей тематику Царства Небесного притчи, то есть иносказания, чтобы человеку было легче уразуметь, о чем говорит Христос. Эта история, возможно, даже вымышленная, говорит нам о том, как человеку попасть на брачный пир Царя, Бога Небесного. А мы с вами, верующие люди, особенно верующие, знаем, что после того, когда закончится жизнь на земле, состоится брачный пир на небесах. Не женихом на этом пиру будет Иисус Христос, а невеста на этом брачном пире Церковь Его. Это очень актуальная притча для всех нас. Посему есть четыре аспекта, которые хотелось бы мне выделить из этой притчи. Они коснутся и верующих людей, и тех, кто еще не до конца уверовал в Иисуса Христа, как в своего личного спасителя. Итак, начнем. Вы только что слышали эту притчу, и я надеюсь, вы ее запомнили. Начнем мы с того, что я задам вопрос. Кто в этой притче царь? Кого он олицетворяет? Кто мне подскажет? Громче, не бойтесь. Царь это Бог Творец. Его Сын кто? Иисус Христос. Рабы, которых послал царь, кто? Служителя или просто церковь? Это церковь, то есть те, кто принадлежит царю. Сегодня мы слышали историю о выкупленной рабыне. Ты готов Богу сказать, что принадлежишь ему до конца своих дней, что ты его раб, что ты куплен им, и ты уже не свой. Я специально начал как бы издалека, чтобы донести до тебя, что ты уже не свой. Если ты действительно захотел идти за Богом до конца своих дней, то ты не свой. Ты принадлежишь ему, Богу. Он твой царь. А ты раб ему. Потому что ты уже не живешь как человек, но живешь как Иисус. Ты должен так жить. И когда ты принимаешь водное крещение, ты отрекаешься от всего мирского и говоришь Богу, теперь не я живу, теперь живет во мне Христос. Так? Итак, рабы Божьи, поднимите руки. Кто раб Бога? Слава Богу, да. Но те, кто не поднял, боятся ее поднимают, потому что понимают, к чему я сейчас буду это говорить. Молодцы, вы мудрые люди. Но все же, я тоже раб живого Бога. Я раб Бога живого. первое, что хочу отметить, мы всегда должны помнить, что это царское приглашение. Прийти к нему в Царство Божие, приглашая только царь, не может простой обыватель царства дать кому-то приглашение и сказать, я гарантирую тебе, ты будешь в Царстве Божьем. Такое гарантировать может только царь этого, этой страны, этого города. Посему никогда не упускайте из виду, что это царское приглашение. Приглашение на пир своего сына выдал лично царь, Бог всемогущий. Мы всегда должны помнить об этом. Второе, оно для всех, это приглашение, оно для всех. Иногда рабы Божьи, христиане, начинают сортировать этот достоин, этот недостоин. Но мы с вами в притче читаем, что царь сказал им, этим рабам, своим людям, верующим людям, Бог сказал, идите по всем дорогам, по всем перекресткам, по улицам, по всем нычкам, простите, потому что в Луке написано по загородям, обойдите все и приглашайте всех добрых, злых, худых и полных, пожилых и молодых, не сортируйте, он достоин, а этот нет. Не достоин он потому, что в том году он раньше меня где-то что-то сделал, или поставил машину свою на мое место, или что-то еще, перечислять можно и выдумывать что угодно. Отключаются всяческие обиды, горечи. Это приглашение для всех людей. Третье, это приглашение персональное. Оно предназначено лично. Вот ты сидишь и слушаешь меня, ты должен понять, что персональное приглашение означает то, что Бог лично рабам своим сказал вручить его тебе. Если ты смотришь меня сейчас онлайн или будешь смотреть в записи и ты еще не ходишь в церковь, то знай, что Бог поручил своим рабам вручить приглашение на брачный пир сына его лично тебе. Это лично тебе приглашение. Ты сам будешь решать, идти тебе на него или нет. На это собрание, на это мероприятие. Как те люди, которые вначале позвал царь на брачный пир, как бы сговорившись, начали говорить посланным рабам. Вы знаете, я купил сегодня новую машину, и мне так хочется испробовать ее мощу. я не пойду сегодня к вам, потому что мне нужно проехать на ней определенное расстояние, для того, чтобы я определился, покупать или не покупать. Я начал строить дом, и я не могу, у меня вот так вот работы, огород, еще 16 соток надо посадить картопли, ну какие, какие приглашения. Ну что вы, и опять же, продолжать это можно бесконечно. ты сам будешь выбирать, идти тебе или не идти. Я с горечью всегда вспоминаю уличные евангелизации. Когда, да и вы наверняка сейчас поймете, о чем я говорю, когда мы даем флайер, приглашение на служение в церковь людям, неверующим в городе, мое сердце иногда просто аж разрывается от боли. Когда, взяв, а, это церковь, смял его и в мусорку. Господи, думаю, прости его, он не знает, что он творит. Не потому, что он выкинул флайер, на котором написано церковь. Нет. Он только что собственноручно смял твое приглашение в Царство Божие. Он собственноручно отрекся от него, он выбросил его. И дай Бог, дай Бог, чтобы в жизни этого человека был еще хоть раз такой момент, когда он смог бы получить это приглашение. К сожалению, не у всех людей такие моменты приходят в жизнь дважды или трижды. Многие рассчитывают, что он еще успеет. Ох, если бы я мог знать, что будет со мною вечером. посему личное приглашение от Царя никогда не нехтуты. То есть не пренебрегайте им. Другого случая может и не быть. И никогда недооценивайте вы, рабы Божьи, то, что вы имеете вот эту вот возможность пригласить человека на брачный пир. это очень важно. И когда у нас четвертого числа здесь будет служение, а это будет служение исцеления и освобождения, я желал бы видеть этот зал полным. Я хотел бы, чтобы здесь было как можно больше людей, чтобы как можно больше людей услышали то, что в свое время спасло меня, что в свое время спасло тебя. Это так важно. В тот день, когда Иисус выкупил тебя у смерти, я думаю, ты помнишь его, как ты радовался. Вот как хочется, чтобы все живущие на этой земле хоть раз пережили эту радость. Радость новой жизни, искупления. Радость, когда человек из раба превращается в царского сына. А вы знаете, что Бог называет вас своими сыновьями и дочерьми? Знаете? Не знаете? Но Серега знает. Повернись рядом к тому, кто рядом с тобой и скажи, ты сын или ты дочь Бога всемогущего. это очень важно, чтобы каждый человек смог узнать об этой новости. Вы можете себе представить день, когда будет суд. Вы можете себе представить людей, которые отбросили приглашение на этот пир. вы можете представить их состояние. Я боюсь даже себе представлять это. Мне нравится, и я очень часто говорю об этом и на наставничествах, и в проповедях, мне очень нравится свидетельство одного человека, верующего на тот момент, на момент снятия его, когда его снимали на видео, это свидетельство, он тогда уже верующим был 35 лет. и Бог однажды ночью забрал его и отправил в ад. Это свидетельство называется 35 минут в аду, или 23, 23 минуты в аду, спасибо, Лидия. Если кто-то заинтересуется, вы можете найти его в интернете. 23 минуты в аду, 35 лет верующий и в аду. И он говорит одно из его основных посланий, коснувшихся моего сердца. Он говорит, что в аду не важно, чем ты грешил. Вообще не имеет значения, какими грехами ты грешил. Ты сблудил или ты украл, ты будешь наказуем одинаково. Но самое страшное, он говорит, я забыл, у меня просто Бог забрал из моей памяти то, что я верующий человек, что я 35 лет в церкви, что я служитель уже с каким-то стажем, у меня Бог это забрал, но оставил лишь только одно. Я знал там в аду, что я имел возможность покаяться на земле. И он говорит, это самое страшное в аду, не муки бесовские, не вот этот огонь, не эта сумасшедшая жажда, самое страшное в аду то, что ты осознаешь, что ты мог здесь не быть. это самое страшное, что невозможно пережить. Мне же говорили, мне же предлагали, меня же звали, меня упрашивали, за меня молились, постились, а я отказался. Отказался лишь только потому, что у меня 16 соток картопли не убраны. вы можете представить себе ценность того, от чего человек отказывается и где оказывается. Вот, если кто-то захочет посмотреть 23 минуты в аду, есть такие, что послушать. Я редко слышал свидетства верующих людей, которые оказались в аду. Я слышал много свидетств про рай. Это здорово, все классно, все, мы туда и идем, но так не хочется оказаться там, где оказался мой брат. Правда, Бог его потом оттуда забрал и он проповедует об этом везде. Самое страшное это отказаться от царского приглашения и еще запомнить об этом. И четвертое, что хочу вам сказать из этой притчи, помните, что рабы царя исполняют свою задачу, то есть волю царя. От их верности, от их верности царю зависит как быстро наполнится зал, в котором будет проходить брачный пир. У евангелиста Луки написано об этом следующим образом. Лука, 14 глава, «И сказал раб, господин исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Мы с вами как много проповедовали, как много мы евангелизируем, а много ли людей отзываются? Званых-то много! Мы зовем многих, и мы наполняем наше собрание людьми, и раздаем гуманитарную помощь, пайки, мы благословляем людей во имя Иисуса, мы пытаемся людям рассказать, какова безграничная, безусловная Божья любовь ко всем ним, но как мало их остается с Богом, как мало избранных, и слово избранных не потому, что это Бог избрал его, его, или сидящих здесь, ко спасению остальных отринул, нет, Бог избрал ко спасению всех живущих, как написано в Евангелии от Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир всех живущих, что отдал сына своего за них, но избранных, тех, кто избрал это приглашение, мало, и как хотелось бы, чтобы их было больше». Дорогие братья и сестры, есть в этой истории, в этой истории часть, посвященная и тем, кто уже здесь. Итак, вы поняли, я разделю свою проповедь на две части. Первая, это царское приглашение, которое доверено нам с вами, как рабам Божьим, разнести по этому миру, вручить всем, с кем мы только не встретимся, и даже попытаться убедить их прийти. Но вторая часть, очень интересная, на мой взгляд, которая оставляет за собой некоторые вопросы. И вот пришел царь, вы же помните эту историю, я вам ее читал, пришел царь в зал, где будет сейчас вот этот вот брачный пир происходить, и увидел одного человека, который среди всех приглашенных был без брачной одежды. И царь обратил на него внимание и спрашивает у него, и обратите внимание, как же же он спрашивает, друг, он обращается к этому человеку и говорит, друг, ну как же ты оказался здесь в небрачной одежде? Вопрос, но ведь ты же царь сказал, чтобы мы собрали кого только найдем. Ты сказал и глухих, и слепых, и не очень мудрых, всех собирайте и ведите. Среди них было множество бедных, где же они возьмут одежду? Но суть суть брачной одежды, знаете, в чем заключается? Во времена, когда Христос жил на земле, и вот эта вот притча, он ее рассказывает, чтобы люди могли понять, живущие в то время должны были понять это послание. Брачные одежды рассылались с приглашением. Вы должны были быть на святе, на свадьбе, именно в таком виде. А, да, сейчас это называется дресс-код. Дресс-код, супер вообще. Вы должны быть на празднике именно таком виде, как об этом сказала жених и невеста. Вот я вижу иногда свадьбы современные, да, и невеста, вот у нее такая вот причуда. Она хочет, чтобы все дружки, подружки, кто они там, я уже запутывался, дружки, все должны выглядеть одинаково. Эти девчинки покупают себе или шьют эти наряды, ночами они спят, пришивают какие-то бусинки. Вот они должны выглядеть именно так и все. По-другому нельзя. И представьте, невеста распорядилась, чтобы выглядели все розовые платья, а одна дружка приходит в черном. Ты куда собралась-то? Вот она сразу бросится в глаза, правда, невеста? Или ты, брат, женишься и говоришь, хотел бы, чтобы все приглашенные братья были белая рубашка, бабочка, галшик, как угодно, или без, но белая рубашка, черные джинсы, брюки. И тут один приходит в оранжевом костюме, пускай даже от Луи Виттона, в желтых ботинках и в оранжевом костюме. Ну, как так? Ну, мы же договорились. Братья и сестры, тема брачной одежды очень важна. Ты не сможешь быть на брачном перу царя и выглядеть не так, как все те, кого пригласил царю. Ты не сможешь так. Я уже не буду сейчас разбирать тему этикета. Нет. Царь раздал всем одежды. Он со своими гонцами и дал одежды. Одежды эти чистые, белые, как написано в Писании, омытые кровью Агнца, обеленные, как белильщик не мог выбелить. Читал кто-нибудь в Откровении, как выглядят люди, находящиеся на этом перу, как выглядят люди, находящиеся в Царстве Божьем. Их одежды блистательны, они белы, они красивы. Никто не придет туда в грязной одежде. Я хочу вам сказать, что эту одежду дает только Иисус Христос. Услышьте меня, вы нигде ее больше не возьмете. Вы не сможете прийти на пир, если Христос не оденет вас, если Христос не даст вам одеть эту избранную одежду. Чем же она так отличается от современных вещей? Да тем, что эта одежда символизирует очищение человека от грехов. Это значит, что ты омыт, очищен и обелен, что в тебе нет ни одного греха, что если даже какой-то грех и входил в твою жизнь, то ты боролся с ним, ты призывал Бога, и Он омывал и очищал твою душу, суть, одежду твою. Он выскребал ее от всякой грязи. Ты как маленький ребенок. Я в детстве, моя мама все время удивлялась, Сергей, уже три недели нету дождя, где ты грязь нашел? Моя мама всегда удивлялась, почему я выходил чистым и возвращался грязным. Вот Бог смотрит на нас точно так же. Он нас омыл и очистил. Ему уже 25 лет, как он в церкви, а он все ходит в грязных шмотках. Он не успел омыться и очиститься, вышел и упал в болото рядом со свиней. Он пошел и вымазался, но Бог, ой, как велик и благословен благ наш Бог, Он все время, когда ты возвращаешься домой, снимает с тебя эту одежду и моет и чистит ее. И ты снова в чистой, опрятной одежде, той, которую надел на тебя Христос. И если ты до сих пор сомневаешься идти тебе в церковь или нет, знай, что без Иисуса, без твоего покаяния, без очищения тебя от грехов, ты никогда не оденешь чистой одеждой. Ты всегда будешь ходить в одежде, вымазанной тобой уже, твоими же грехами, твоими сомнениями и страхами. Ты не окажешься на брачном перу, ты окажешься только в лучшем случае возле дверей, но они перед тобою закроются. Тебя выкинут во тьму внешне, связав руки и ноги. И, как говорит Господь, выкинут тебя туда, где будет плач и скрежет зубов. И там ты вспомнишь, а мне же говорили, а меня же упрашивали, а мне предлагали, но я отказался. Так вот, чтобы не было так, и верующие, и те, кто еще не поверил во Иисуса Христа, задумайтесь о том, в чем вы собрались идти на этот пир. Я еще не встретил ни одного, нет, один раз, когда-то на евангелизации, я встретил случайно человека, и мы ему предлагали покаяться в своих грехах, иначе говорим, ты пойдешь в ад. И он говорит, ну, я понимаю, это такое пустое бахвальство, знаете, попытка защитить свой внутренний мир. и все, что он смог, он сказал, зато хоть там согреюсь. Безумец, ты там так будешь греться, что не дай Бог. Остальные же, все те, с кем мы встречались и говорили, ни одного больше я не видел, чтобы не слышал, чтобы сказал, я хочу в ад. Не буду даже задавать вопросы, хотел спросить, кто хочет в ад. Ни одного. Все хотят прийти в рай. Все хотят оказаться на этом перу. Но еще раз хочу сказать, без одежды тебя туда не пустят. Верующий с любым стажем, посмотри на свою одежду. Стань перед зеркалом, а зеркало Слово Божье. Ты знаешь Библию, хорошо? Посмотрись на себя в Слове. Может быть ты где-то вляпался? Так тебе срочно надо очистить. Посмотри на себя, неверующий человек. Ты живешь в своих грехах. И даже может быть сегодня ты и не грешишь, но за тобою тянется довольно-таки смердючий шлейф. Шлейф твоих прошлых грехов. И тебе от них нужно освободиться. Тебе нужно очиститься. Знай, что самое лучшее средство это кровь Христа. И тебе непременно нужно прийти ко Христу и попросить Иисус прости меня. Прости мне все мои грехи. Омой меня и очисти от грехов моих. Я хочу жить другую жизнь. Итак, и верующие, и те, кто еще не уверовал в Иисуса, все нуждаются в этих одеждах. Вот такое мое послание. Повторюсь, я попрошу музыканта выйти, мы сейчас уже будем совершать молитву. Послание в следующем. Вывод. Царь, Бог всемогущий, вскоре устраивает пир, на котором будет бракосочетаться Агнец Божий и его невеста Церковь. Царь приказывает нам, рабам, которых он искупил и выкупил у смерти, у сатаны, пойти по всей земле, по всему миру и, проповедовав Евангелие, привести на этот пир как можно больше людей. Я хочу вам сказать, что время скоро закончится, скоро пир начнется, а еще так много людей даже не слышало о нем. Нам, царем, поручено это сделать. Следующее, о чем мы говорили сегодня, что приглашение мы раздаем всем, всем, тем, кто, как мы считаем, заслуживает и тем более тем, которые, как мы считаем, не заслуживают. Не нам судить. И когда начнется этот пир, позаботься, чтобы ты сам лично был в брачной одежде и тех, кого ты приведешь, чтобы и они одели ее. Иначе не увидишь ты этой свадьбы. я хочу призвать вас в церковь Иисуса Христа. Посмотрите на этот мир с высоты Божьего престола. Попробуйте, как вы представили город 16 века, попробуйте увидеть этот мир глазами Бога. Я заплатил такую цену, чтобы все живущие на этой земле получили свободу и они не захотели. Когда Бог обращался к Израилю, Он говорил неоднократно я так часто звал тебя, я так хотел омыть и простить тебя, но ты не захотел. Ты избрал зло. Посему драгоценная церковь не останьтесь в стороне, а исполнится царское призвание. Разнесите эти приглашения. И это касается не только четвертого червня, это касается всей нашей жизни. Всей нашей жизни. Да коли мы будем жить, говорите о Христе, проповедуйте Евангелие, спасайте тех, кого сатана обрек на убиение. Я приглашаю вас к молитве. Я знаю, что по своей натуре все стоящие здесь евангелисты. Я знаю в это, я верю в это, что все вы хотите, чтобы спасены были домы ваши, родные и близкие. Давайте же мы вместе помолимся и попросим, чтобы Бог Святым Духом наполнил нас. Нам так нужна эта смелость для проповеди Евангелия, нам так необходимо иметь ее, но вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой и будете мне свидетелями в Василькове, в Киевской губернии, во всей Украине и до краю земли. Я перефразировал цитату Иисуса Христа. Отец наш, мы молим и просим Тебя о том, чтобы Ты Духом Святым наполнил всех нас. Мы так жаждем этой силы, Господи, силы для проповеди Евангелия, силы, чтобы этот мир увидел, Ты Бог живой, Ты Бог живых, Ты Бог всемогущий. Мы так нуждаемся, мы так жаждем этой силы, наполни же нас ею, дабы мы смело с дерзновением проповедовали всем живущим на этой земле о великой милости и благости Твоей, чтобы мы смело праздавали эти приглашения на брачный пир царя, благослови нас, Господь, и пошли нас к тем, кого Ты хотел бы позвать. Мы молимся и просим Тебя во имя Иисуса Христа, Дух Святой, забери всякое равнодушие, забери, Господь, Бог, без различия, не дай, Господь, Бог, какого-то жизненного уклада, чтобы мы, ослабев, успокоившись, легли, но дай нам крепкие ноги, дабы мы ходили и проповедовали, и говорили, и призывали, и убеждали. Во имя Иисуса. Аминь. И я хочу свершить еще одну молитву со всеми вами в присутствии Бога, пред Богом нашим, молитву покаяния. Если ты чувствуешь, что твои одежды недостаточно белые, то тебе их нужно срочно омыть. Я приглашаю выйти сюда вперед всех тех, кто хочет сегодня попросить у Бога прощения за все свои грехи, за грехи, которые ты свершил, специальные или не специальные, как говорится, вольные или невольные. Я хочу пригласить сюда всех тех, кто нуждается в прощении, кто хочет сказать, Иисус, я виновен и осознаю это, прости меня, мой Бог. Я приглашаю сюда и верующих со стажем, и тех, кто еще никогда не каялся в своих грехах. Именно грехи разделяют человека и Бога. И как свидетельствовал тот брат, который оказался в аду, всего лишь один грех разделяет человека с Богом. И это так мучительно, это так страшно, но ты имеешь возможность расстаться с этим грехом навсегда, сегодня, здесь, сейчас. Не торгуйся с Богом. Не нужно тебе этого делать. Грех не стоит того, чтобы ты отправился в ад. Ты же имеешь возможность нынче одеть совершенно чистую, новую брачную одежду и предстать пред Господом, Богом и Царем Своим. Мы еще немного подождем, буквально несколько секунд. Если есть желающие, пожалуйста, выходите. Если кто-то стесняется, закройте глаза и бегите вперед. Но смотрите под ноги. Я приглашаю вас от имени Иисуса Христа. И я не боюсь это сказать. От имени Иисуса Христа я приглашаю вас принять это приглашение. Выходите вперед и не стесняясь и не страшась. Я благодарен вам за то, что вы отозвались, откликнулись на этот призыв. Вы и Господь. Вы и Иисус Христос и больше между вами никого. Сейчас во время этой молитвы вы просто закроете свои глаза и помолитесь. Повторяю молитву за мною. Я помогу вам. Я проведу вас в этой молитве покаяния. Но вы должны знать, что это будут ваши слова. Если вы вдруг во время молитвы с чем-то будете несогласным, с тем, что я скажу, и вы с этим несогласны, не говорите это. Но если я буду говорить правильно, повторяйте. я приглашаю вас склонить свои головы, закрыть глаза. Еще раз говорю, вы и Бог и между вами никого. Повторяем эту молитву за мной. Иисус Христос, я признаю тебя Богом, Господом и Спасителем. я верю, что ты пришел на эту землю, чтобы спасти всех людей, чтобы очистить и омыть людей от грехов их. Иисус Христос, я грешник, я каюсь пред тобою во всех своих грехах. Я прошу тебя, прости меня, за все мои злые дела, злые слова, за мысли злые, прости меня. Я отрекаюсь от всех своих грехов во имя Иисуса. Иисус Христос, я хочу, чтобы слышали все и на небе, и на земле. Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Бог, и я вверяю в руки Твои свою жизнь. Спасибо Тебе, что Ты слышишь меня, и что Ты прощаешь меня. Всю славу за свою новую жизнь я отдам Тебе. Слава Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Поздадим славу Господу. С теми, кто впервые сегодня покаялся, сейчас познакомятся, вам подарят книги Новый Завет. Пожалуйста.